Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях человек, который очень хорошо известен, конечно же, прежде всего, Рюкберчана, потому что она не один год отстаивает интересы на самых разных уровнях нашей политической и социальной лестницы, если можно так сказать. Человек, которого хорошо знают не только в Московской области и в Москве, но и во всей стране, потому что она активно интересовалась и интересуется до сих пор вопросами образования, о чем мы тоже поговорим. Но остается назвать только. Лидия Николаевна Антонова, депутат Московской областной думы, депутат в прошлом в Государственной думе, то есть человек-депутат, можно так сказать. Здравствуйте! Я даже сейчас не говорю о званиях академик и так далее, потому что за вашу многолетнюю такую трудовую биографию, вот вы мне рассказывали до эфира, что вы начали с помощника-лаборанта. Это же сколько вам было лет тогда? Мне было 17 лет, я закончила школу, причем спасибо семье и учителям с медалью. Но как-то мы в семье, я и брат пошли, и потом сестра, в вечерний вуз, не потому что не поступили в дневной, а потому что решили, что надо помочь родителям, которые очень старались дать нам хорошее образование. И мы все закончили, я считаю, очень хорошо, с отличием вузы. Тогда как-то вечернее образование было очень в цене. И я пришла работать в 17 лет на большое предприятие Всесоюзный электротехнический институт имени Ленина. Это предприятие, институт, завод. То есть я прошла такую заводскую школу и такую... Пролетарскую? Да, академическую, потому что, в общем-то, моя работа заключалась в том, что я была переводчиком. Вот, да. Но тогда я сейчас совсем была такая юная переводчица, но знала язык неплохо и... Английский? Английский, да. И тогда очень развивалась, как и сейчас, энергетическая мощь страны. И вот такие большие контакты начались с многими западными странами. То есть слово «резистор» и так далее вошли в нашу жизнь. Транзисторы. Да, и вот как раз я этим занималась и работала там несколько лет, а затем уже пришла в школу. То есть мы слушали уже в младенчестве или в молодом возрасте, я еще застал транзисторные радиоприемники, а там тоже частичка вашего труда есть. Ну вот я так не очень сильна в технике всю жизнь, но вот этим занималась. А зачем вам это нужно, помогать людям? Это у вас какая-то внутренняя потребность? Вы знаете, это не громкие слова, но я на самом деле получаю радость, когда помогаю людям. На самом деле так были воспитаны в нашей семье. Я помню ситуацию, когда я в Малаховке мы жили и спускалась в наш подземный переход. Моя мама меня встречает, говорит, а ты куда идешь? Вроде как уже 9 часов, ты должна быть в школе. Я говорю, да вот что-то не очень себя чувствую, иду к врачу. Он говорит, как к врачу? Там же дети без учителя, разворачивайся. Вы знаете, вот у нас такая семья смечательная всегда была и есть. У нас очень ценилась возможность помочь людям. Мы жили скромно, но, по-моему, нашу семью в Малаховке знали все, и все ходили за разными, по разным вопросам. И вот, наверное, так воспитали, и вот мне кажется, ну, не знаю, мне кажется, это здорово помогать. А может быть, тут уже учительская составляющая работы, да? То есть у вас, видимо, еще заложен был этот талант человека, который может довести дело до конца. Ну, вы знаете, я вот честно, когда у меня сейчас многие ребята молодые спрашивают, ну, совет, кем стать или как выстроить жизненный путь, часто задают вопросы. А вот я смогу стать? Тем-то? Называю это должность какую-то, да. Вот честно хочу сказать, я никогда не думала, что я займусь какими-то, как-то замещу какую-то высокую должность. Это специально будете идти? Да, вот специально, честно, не могу сказать. Правда, я всегда мечтала быть педагогом и преподавать в ВУЗе. Мне казалось, что быть ученым – это очень здорово. Почему? Потому что ученый, ну, как правило, свободный ученый, он не зависит от должности. Если он любит свое дело, он может даже и без должности. Даже тебе лишили кабинета, но ты занимаешься любимым делом. Вот как бы воспитание такое было дано, и мне вот казалось, что это идеал профессии – быть ученым. Ну, вот не совсем мне получилось быть ученым, хотя я занималась и занимаюсь педагогикой. Это, в общем, тоже большая сфера. Тем более сейчас, да, у нас новый виток такой. Да, но мне кажется, очень важный принцип в жизни – это заниматься хорошо своим делом и хорошо делать то, что тебе поручено. Потому что не всегда нам нравится, что нам поручают, это правда. Но если ты делаешь хорошо, то, понимаете, ну, вот я верю в то, что все равно это будет замечено. И всегда нужны люди, которые умеют хорошо работать, умеют быть преданными людьми своей профессии. И вообще еще очень важная составляющая – умение не только быть профессионалом, но умение быть хорошим человеком. Потому что, ну, как сказать, профессиональные качества очень важны, но все равно нравственные, человеческие, безусловно, может быть не менее важны, если не более важны. Тем более на таком ответственном участке работы, когда где-то, может, и прикрикнуть нужно, где-то нужно и, может быть, хитринку какую-то включить. Ну, что ж там, греха таит. Лидия Николаевна, и вот плавный переход уже к депутатской, я уж не знаю, как это назвать, миссии. Все-таки на сегодня, вот если сравнивать то время, когда вы впервые стали депутатом, ну, или стали заниматься социальной вот этой работой, общественной работой, отношение людей, доверие к депутатству, оно изменилось по сравнению с тем, что сегодня депутаты. Совсем недавно прошли выборы. Мы же видим, да, у нас, скажем, в наших регионах все равно до 100% далеко людей, которые вообще приходят на выборы, я уж не говорю о результатах. То есть есть какое-то, можно как-то сравнивать, и как тогда относились к депутатам, когда, в общем-то, как правило, выбора-то особого не было, и как сегодня. Ну, знаете, вот в моей биографии есть такой важный этап. Я была депутатом, избиралась депутатом впервые по Люберецкому, в Люберцах, в городе, по такому микрорайону, очень сложному, на Красной Горке, это были 90-е годы. Тоже веселые. Да, я тогда подумала, типа, за что? Потому что я была руководителем отдела народного образования нашего большого тогда округа, у нас входили наши города, которые потом отделились. Мне очень нравилась моя работа, и я понимала, что надо помочь вот этому микрорайону, где, ну, было очень трудно. Там, помню, были дома, когда я к ним первый раз пришла, кирпичами обогревались. Ну, в общем, 90-е годы, это 90-е годы, что тут говорить. Когда-нибудь об этом напишут. Да, и вот мне кажется, что я уж не знаю, как те, кто там голосовал за меня или кто со мной работал, помнят это или не помнят, но я помню этих людей, которым мы смогли помочь. Наверное, не всем, но помню, особенно поколение тогда, когда вот это всё рухнуло, на пенсию было невозможно прожить, и вот... Ну, в общем, мы придумывали разные технологии, как помочь людям, мы думали, и вот это было сложно. И мне казалось, что, знаете, вот отношение к депутату, это нельзя ответить однозначно. Если посмотреть, там, в соцсети, ну, много ругают депутата. Достается, да. Депутат типа тире, там, магнат, там, тире, богатый человек, тире, хочет заниматься бизнесом. Олигарх, опять же, из 90-х, да. Мне кажется, что депутат... Всё зависит от того, кто стоит за позицией депутата, кто этот человек. Я знаю многих коллег своих депутатов, вот, например, по Московской областной думе, по Думе государственной, по Совету Федерации, которые очень разные. Кто-то занимал высочайшие посты в Российской Федерации. Николай Иванович Рыщуков был моим соседом в Совете Федерации. Я этим гордилась, потому что я, ну, преклоняюсь, великий экономист, да. Общался с ним, была у вас. Да, или другие замечательные люди, да. В нашей областной думе очень много интересных людей было, есть и будет. Я у них училась и учусь. В Федеральной думе рядом со мной сидели замечательные... Сидели, но я имею в виду, работали. Замечательные люди, вот, например, врачи из Астраханской области, Леонид Угуль, который прошёл, как я прошла путь учителя до руководящих должностей, он начинал там медбратом, врачом. Ну, есть замечательные люди, и они все разные. И не как бы богатство или там бизнес, единственное мерило, депутат хороший или плохой. Есть замечательные и богатые люди, которые помогают другим людям, есть... Ну, в общем, разные. Поэтому, мне кажется, отношения, конечно, в целом... Но иногда я переживаю за то, что вот так одним словом мажут всех как-то плохо. Но на самом деле, мне кажется, что всё-таки люди, они стараются... Ну, я имею в виду, такие люди, которые анализируют, которые думают, что в первую очередь надо посмотреть, а кто этот человек? Ну да, как он работает, как он выполняет. Которого выбрали, которому доверили. Ведь не случайно это доверие, да? И которому надо, в общем-то, это доверие... Оправдать. Да, легче бывает вот первый раз пройти. А вот как доверие-то оправдывать? Как остаться уважаемым человеком? А это хорошее качество, быть уважаемым человеком. Но сколько вот вы сейчас уже, если общее число, назовём это депутатство, плюс сайт федерации, плюс Госдума и областная дума, сколько вообще срок, скажем так? Ну, знаете, я в исполнительной власти работала практически вот до 16-го года. То есть очень много. 18 лет в образовании напрямую преподавателем. Потом вот до 16-го года большой срок, да, исполнительная власть. Ну, значит, это где-то вот... Не так уж и много, где-то 7 лет примерно. Но, тем не менее, вот за те 7 лет, которые вы руководили, какие всё-таки традиционные, прежде всего, что у нас по-прежнему остаётся сложными проблемами? Знаете, как у нас раньше говорили, дураки и дороги, но это такая всё-таки литературная история. Но, тем не менее, наверняка есть какие-то проблемы и в Люберцах, и в Московской области, и в стране, которые до сих пор люди так или иначе с депутатами просят встречу. Ну, традиционно, конечно, люди обращаются, как правило, по своим житейским вопросам, да, или бытовым. Есть жители, которые меня поражают своей вот такой масштабностью мысли, которые ставят вопросы какие-то глобальные, вообще соглашаются там быть, например, управдомами или ведущими территорией, как куличкомами. Но это такая должность-то очень расстрельная. То есть это надо быть очень активным, надо быть очень... 360 градусов всё время. Да, надо всё это вот как бы иногда и наступить на горло собственной песни. В общем, это сложно. И я хочу сказать, что, конечно, вопросы диктуют жизнь. Потому что вот до пандемии вопросы здравоохранения, честно говоря, наверное, были со мной на первом месте. Мои коллеги депутаты разных уровней скажут, что подтвердят, наверное, что много времени мы тратили и тратим. Ну, как тратить, посвящаем. Это помочь человеку хорошее получить качественное... Ну, как говорят... Лечение. Лечение, да, медицину. Найти хорошего врача или там условия. Второй вопрос, конечно, ну, лично ко мне всегда был, и он сегодня есть, это вопросы траектории образовательной программы. Где лучше ребёнка, куда и так далее и тому подобное. Очень большой вопрос, это, конечно, вопрос трудоустройства и жилья. Потому что это было и раньше. Знаете, я никогда не забуду, ко мне на приём, когда я работала ещё завгорано в Люберцах, одна пришла, учительница молодая, и сказала, что вот у меня такая ситуация, Лидия Николаевна, я беременна и не от мужа. Ну, в общем, у меня семья распадается, я беременна, и вот если мне не дадут квартиру, у меня жить негде, квартира была мужа, то мне придётся делать аборт. Время было трудное. Конец 80-х или начало 90-х. Я только начинала свою деятельность, ещё там не завоевала авторитет в Люберецком районе. А у нас, вы знаете, всегда очень много было выдающихся работников. И я думаю, господи, ну как же я ей помогу-то? Ну вот понимаете, да? Ну, в общем, в итоге мы дали ей квартиру. Да, она в итоге родила. И даже, я могу сказать, прошло много лет, и уже её, по-моему, не помню. В общем, эта семья обратилась к тому, у них снова такая проблема, Лидия Николаевна, вспомните, про что-то в столько-то лет. Вот у нас опять проблемы величины. Но я к чему говорю, что это такие вечные темы здравоохранения, образования, поддержка, решение личного вопроса. Ну, вот сегодня много внимания обращаем на благоустройство, на состояние дорог и так далее. Ну, я тебе предлагаю о сегодняшних делах. Мы поговорим сейчас во второй части. Напомню, что у нас в гостях Лидия Николаевна Антонова, депутат Московской областной думы. Дождитесь второй части, и уже поговорим о том, что делается прямо сейчас. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Лидия Николаевна Антонова, депутат Московской областной думы, в прошлом депутат Государственной думы, представитель, или член Совета Федерации, ныне называется это «Сенатор», просто учитель, который 18 лет работал в образовании, и теперь уже еще и академик. Но мы об этом поговорим, у нас будет отдельная тема. Теперь же, как я и обещал, давайте поговорим о том, чем сегодня живет Московская областная дума, потому что выборы, собственно, прошли совсем недавно. Ситуация у нас пандемийная, потом вроде бы попускает, потом опять сложности. Чем сегодня живет дума? Ну, как всегда, я думаю, дума очень живет активными запросами населения. Есть, безусловно, большая, очень амбициозная программа губернатора Угнастия Андреевича Воробьева, которая расставила все приоритеты, принята была. И в этой программе много нового того, что мы, в принципе, раньше никогда не предусматривали. Но когда-либо мы занимались прудами, или когда-либо мы занимались созданиями новых набережных, или парковых зон и так далее, я помню... То есть мы занимались многими вопросами, я имею в виду в правительстве Московской области, когда-то это были вопросы зарплаты, дать людям зарплату, накормить детей, привести в порядок систему школ, больницы. Отопление, газоснабжение, да. А сегодня мы уже занимаемся такими замечательными вопросами, как создать парк нового типа, например. Ну, значит, получается, что лучше, что ли, ситуация? Я считаю, знаете, хотя, наверное, не все сразу сейчас скажут, да уж как это. Понимаете, чем лучше мы... Я имею в виду, чем больше делается, тем выше планка запросов, которые ставят люди. И это абсолютно правильно. Потому что если тебе дали раньше бы там, когда мне дали жилье как учительницу, это было вообще верх моего счастья. И мне картина казалась огромная, но на самом деле такая была маленькая, двухкомнатная, смешная. А сегодня мы хотим выйти во двор благоустроенный, мы хотим, чтобы была детская площадка. Чтобы транспорт работал. Чтобы транспорт работал. И жители говорят, а почему у них метро рядом? А у нас, вот Лидия Николаевна, в нашем микрорайоне транспорта нет. Ну, конечно, покупали квартиру по разным ценам, но понятно, что как только заселились, я их понимаю. И наша задача не объяснить, что мы не можем, а наша задача вместе добиться, чтобы то, что хотят люди, быстрее было реализовано. Поэтому первая задача Московской областной думы, это, конечно, работать совместно с командой губернатора, с правительством Московской области для стопроцентного, а лучше и с повышением эффективности тех задач, которые поставлены. Потом, понимаете, депутат, это же человек, который как бы и есть, я не хочу сказать слово посредник, медиа, но на самом деле часто связующее звено. Ну, не все придут на прием к министру, или не все придут куда-то там, хотя есть, конечно, профсоюзы, кстати, я в них тоже имела опыт работы, замечательная школа была в жизни. Но депутаты, которые тут, рядом, тебя знают. И мне кажется, хотя иногда говорят, что у нас есть такая точка зрения, что депутатская деятельность, она как бы нувелирована, что депутаты послушно голосуют. Знаете, ну, все можно еще раз видеть в черном цвете. Я все-таки всегда думаю, что стакан шампанского наполовину бокала... Ну, понятно. Да, понимаете, что он... Да, но тут все равно тогда вопрос. Вы сами, как говорится, напросились. Ну, бывает таким. Вот действительно, я же понимаю еще телевизионных работников, да, государственные телеканалы, радиостанции, журналисты, да, они как-то иногда вырезают из своих сообщений о том, какие идут дискуссии, какие идут дебаты, где, например, может ли сегодня депутат Антонова сказать, что вот ей не совсем понятен этот вопрос, она не готова, значит, за него там проголосовать или так далее. Такое есть? Или все действительно послушно поднимают руки? Ну, вы знаете, во-первых, депутаты бывают разные. У нас в основном как бы приходят депутаты, конечно, это за тебя голосуют люди, но, как правило, депутаты, они входят или принадлежат той или иной партии. У нас есть независимые депутаты. Знаете, в принципе, конечно, это очень здорово быть независимым депутатом. Я так вот, идеально. Но добьешься ли ты многого, если ты независим? Независим, значит, ни от кого и ни с кем. Ну, может быть... То есть лишние круги нам наворачивают. Может быть, какие-то люди идут по этому пути, и, может быть, за этим будет будущее. Но сегодня всё-таки можно решить вопрос, и нужно решать вопрос, опираясь на какой-то базис. То есть, понимаете, вот... Ну, как... Это высокие такие слова, но они очень правдивые. Вот я помню встречу неоднократно, ну, по роду деятельности, вообще встречалась с нашим президентом Владимир Владимирович, вот обращаясь к депутатам, к нам, говорил, что неважно, то есть важно, в какой вы партии, но главное, чтобы вы решали ту задачу, которую ставит... Человеческий вопрос. Просто потому что, ну, решается. А если люди начинают очень сильно интересоваться, значит, не очень важно обстоят дела. Ну, вот меня всегда поражало, когда президент проводит встречу, скажем так, с народом, с людьми, когда просят там, опять же, либо воду дать, да, ну, в разную... Я понимаю, когда это уголок какой-то отдалённый и так далее, и все радуются, да, показывают потом, что вот привезли, вода пошла и так далее. Но ведь это, на самом деле, дело местных властей, я уж не говорю о депутатах и так далее. Конечно, это, я считаю, знаете, это, ну, мой ресурс президента, ну, вообще неправильно, я считаю, используем, причём, потому что очень важно, что Владимир Владимирович находит время для всего этого. Кстати, вот первая встреча у меня с Владимиром Владимировичем Путиным, я этим горжусь, была именно в школе. Его первый, практически первый визит в школу России, когда он был избран президентом, была Московская область. Такая есть школа в Кострово, Истинский район. И вот я помню, как он внимательно слушал, мы угощали его пирогами с капустой, ему очень понравилось, у меня есть фотографии такие замечательные. И там такой был спор между, ну, в хорошем смысле диалог спор, был федеральный министр образования, был руководитель нашего региона, гумератор Московской области, был глава нашего этого муниципального образования, я. И был вопрос, который касался такой, знаете, политики с точки зрения, где это должно быть, муниципальный уровень, федеральный уровень. И помню, перед такой встречей, ну, обсуждается всегда, какие могут быть вопросы. И мне сказали, если, типа, будет такой вопрос, ну, вот лучше эту точку зрения поддержать. А другой сказал, а лучше эту. И вот я помню, Владимир Владимирович так сидел вот здесь, а я тут, и вот наши начальники сидели. Ну, значит, ест этот пирог, пьёт чай, ну, послушал всех и говорит, а вот давайте спросим, а вот что думает Лидия Николаевна? Я так до сих пор помню. Я помню, что сказала, как я думала, потому что мне казалось, что это правильно. Я не потому что такая смелая, но я просто поняла, что меня поймут, что не будет конфронтации из моего ответа, потому что на самом деле, ну, не навреди, это очень важно. Да, можно ведь иногда сделать и шаг назад, чтобы решить вопрос, и потом два шага вперёд. Ну, это такая первая встреча, потом были другие. А что, президент ответил на ваше предложение? Ну, в итоге, законодательно, потом это предложение фактически вошло в жизнь. Ну, это другая большая тема. Но там был вопрос муниципальных полномочий, федеральных и так далее. Об этом ещё поговорим, у нас будет такая возможность. Лидия Николаевна, ну, вернёмся в наше сегодняшнее время. Я не зря задавал этот вопрос. Есть партии, значит, на Государственной Думе у нас их целых пять теперь. Раньше было четыре. Московская областная дума тоже имеет представителей партий. Понятно, что можно опираться, причём на даже те партии, которые не являются у нас на сегодняшний день такими, где много членов этой партии, имеем в виду депутатов. Но давайте перейдём всё-таки к человеческим вопросам. Какие планы? Что нам ждать? Тем более пандемия то приходит, то уходит. Какая сейчас поставлена прежде всего задача? Мы идём... Сейчас же зима. После зимы очень быстро наступает весна. Никто не знает пока, какая она будет. Мы надеемся, что постпандемийная. Понятно, что речь идёт о прививках. Заметьте, я специально вам этот вопрос не задаю. Но кроме прививок ещё что-то обсуждается? Ну, во-первых, я думаю, сегодня как никогда... Ну, первое, это надо сохранить людей. В буквальном смысле слова. Потому что количество смертей, которые мы видим не только в нашей стране, а вообще в целом мире, оно ужасает. Это как это, сводки с военных времён, которые мы знаем из истории. Безусловно, очень важно преодолевать те трудности, которые есть в экономике. Ну, сколько бы мы ни говорили, но понятно, что очень сложно. Очень сложно бизнесу нашему выживать в этой ситуации. Очень сложно людям, которые ищут работу. Очень сложно... Меняют сферу деятельности. Да, меняют сферу деятельности. Мы вообще живём в том регионе, куда люди приезжают. Есть регионы, которые теряют. К сожалению, от них... Ну, по разным причинам люди выезжают. Но наш регион притягивает людей. И у нас много вопросов, связанных с тем, чтобы эти люди в большом регионе Москва, Московская область, чувствовали себя неразобщёнными, чтобы не было таких событий, которые... Чтобы в последнее время, да. Там, например, да, вот спокойные наши вроде ватутинки всегда, да, нас все это взволновало. Но это большая тема, но она имеет место. Поэтому, вот, конечно, баланс удержания вот экономической ситуации, ситуации, связанные с охраной здоровья людей, оказание помощи плановой, которая сегодня имеет проблемы, да. Ну и многие другие вопросы, они, конечно, я думаю, первоочередные, потому что, конечно, есть глобальные вопросы потепления, климата, мы тоже их обсуждаем и так далее, и тому подобное. Это тоже надо делать сегодня. Но мне кажется, что вот пандемия, она, наверное... Понимаете, должна людей-то сплотить. Ведь многие люди впервые оказались у себя в семье, увидели по-другому своего мужа и жену, и поняли вообще, как вы поняли, что на самом деле школьным педагогам непросто быть и учить ребенка дома. Ну, в общем... Ну вот, извините, в этом свете мы же видим, что та же аптека, а даже аптека еще, ну, как говорится, никуда не денемся, но и продукты, то есть как правительство не старалось, да, там, по маслу, по морковке и так далее, но мы же видим, что цены растут. Я понимаю, что это вопрос не к вам, как к депутату, но к вам сейчас наверняка будут обращаться люди, вплоть до того, что дайте денег, потому что гречка-то, как бы там ни говорили, это же такой наш... Пока во всем мире гамбургер меряют, да? Гречка замечательный продукт, я ее ем почти каждый день. Но мы же видим, что даже количество людей в магазинах, ну, скажем, даже в Москве, где, казалось бы, столько вариантов, оно как-то уменьшается. Вот, и люди будут приходить просто просить материальную помощь или хоть как-то помогите. Конечно, люди с этим приходят. Люди приходят с помощью не только там, ну, на продовольствие. Это как бы очень редкие просьбы, но бывают редко, очень редко. А в основном приходят с просьбой, как я сказала, вот, может быть, оплатить что-то, связанное с медициной. Есть бывают просьбы, когда, ну, вот мой ребенок один балл не добрал на бюджетное место, а как же мне вот с небюджетным разобраться, когда дорого? Вот, и так далее. Поэтому сегодня у нас это, ну, депутат не меценат, депутат, который, наверное, в бизнесе, у него больше ресурсов. Если не в бизнесе, то, наверное, вот, ну, какие-то свои контакты, свои дружеские связи используешь для того, чтобы помочь человеку тому или иному. Но у нас сегодня, мне кажется, знаете, вот все-таки потихоньку, ну, растет количество людей, которые хотят помогать людям. Вот я на премьере даже на ребят-волонтеров. Вот буквально 4 ноября, праздничный день, у меня так хорошо утро началось, я с ними встречалась, с нашими люберетскими ребятами, вот, совсем молодые девушки, юноши. И вот я видела, что они сюда пришли быть волонтером не для того, может быть, и для этого, чтобы карьеру свою строить, и это хорошо, но для того, чтобы действительно быть полезным. Вообще, мне очень нравятся черта человека, который получает удовольствие от того, что он полезен, от того, что если он не придет на работу, то все, вот так. Вот у меня так, мне, кстати, импонируют такие люди. Последний вопрос, потому что время заканчивать программу. Ну, вот мы, во-первых, вас приглашаем. Сегодня у нас такой был, как, знаете, после вот, как это, нерабочих дней праздника, все-таки, чтобы депутаты тоже отдохнут. Хотя депутаты, мы знаем, хорошие, неполезные депутаты не отдыхают. У нас много хороших депутатов. Вот готовы ли сегодня Лидия Николаевна и ваши коллеги по Московской областной думе, плюс вот такой опыт, да, и депутата Госдумы, и всего того, что я перечислял. Готовы вы сегодня встретить новые вызовы, которые связаны с пандеминой этой истории, которая привела все-таки к тому, что у людей меняется жизнь, да, меняются не только человеческие, меняются экономически, социально, и наверняка вопросы будут становиться, ну, то есть большее количество людей к вам будет обращаться. Ну, за себя я хочу сказать, что не быть готовым к этому, ну, значит, не надо, грубо говоря, идти в депутаты. Вот. Со своих коллег, наверное, каждый сам ответит, но я знаю, у нас очень боеспособных много коллег замечательных. И потом у нас есть наш руководитель, представитель Думы, Игорь Юрьевич Баренцалов, который каждое свое заседание... Вот сегодня у нас был совет. Он начинает с актуальных вопросов, задачи, которые ставит губернатор области, сегодня обсуждалось, и задачи губернатора, который поставил, и в первую очередь, конечно, тоже вопросы, связанные с вакцинацией, с пандемией, потому что люди... Ну, в общем, это сложная тема, но вот с этого начинается. И я думаю, что даже если кто-то из нас там захочет немножечко отдохнуть... Не получится. Не получится. У нас хороший системный подход к работе, который мне очень импонирует в Думе. Вот дай бог, чтобы так было всегда. Ну, дай бог, и мы надеемся, что действительно те люди, которые будут обращаться к вам, к вашим коллегам, получат не только желаемое, но и, если хотите, удовольствие. Потому что еще важно же человеческое общение. Конечно. И это тоже часть успеха. Спасибо большое, Лидия Николаевна Антоновна, депутат Московской областной Думы. Поговорили сегодня о депутатской, в общем-то, деятельности и конкретно о том, насколько сейчас сложна ситуация в городском округе Люберцы, в частности, в Московской области. Ну, а уже о конкретных делах, я думаю, вы к нам еще придете, и мы уже поговорим попозже. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивенко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова